всем приветик еще раз с вами всегда Андрей Рубин решил еще немножко вам рассказать поделиться пока есть возможность так вот хотел поделиться тем что на самом деле все абсолютно известно все открыто и так называемое будущее тоже известно и довольно несложно посмотреть что будет просто это ничего не дает человеку поэтому все так называемые предсказания ну то есть того же Нострадамуса и многим-многим Ванги Мессинг и так далее Кесси то есть множество людей было которые рассказывали о будущем но на самом деле человечеству это ничего не дает абсолютно даже даже конкретному человеку ничего не дает кроме вот этой вот подпитки своей любознательности все ну то есть как в цирке то есть люди идут и смотрят выступление так и здесь так вот я хотел с вами сегодня поделиться о том что вот конкретно даже у меня было то есть даже моя бабушка покойная бабушка она умерла в семьдесят восьмом году насколько я помню до семьдесят восьмой год вот как раз перед рождеством и я помню вот что она мне рассказывала я тоже была в семьдесят восьмой год еще до олимпиады она мне говорит ну чё далее люди изобретут вирус далее после этого будут так сказать сделать работать и сделают прививки и будут делать людям прививки после чего все будут очень довольны то есть люди будут там ходить рассказывать как хорошо с прививками вот как это все прекрасно и те кто сделали прививки будут теперь то что надо донимать те кто не сделал прививки то есть теперь те будут как бы врагами то есть практически очень очень много людей сделают прививки вот и какое-то время будет все хорошо а затем вот эти люди которые сделали прививки у них станут появляться язва и и эти язвы не не сможет никто лечить то есть не будет лечения от этих язв и они будут просто умирать причем умирать будет даже на улице что просто падать и умирать и будут приходить и просить вот людей помогите помогите но никто им поможет помочь не сможет это я вам рассказываю как очевидец того что мне рассказывала моя покойная бабушка так что так как то что называется перед богом далее что рассказывала нами тоже что а будет это такое что нельзя нельзя будет то есть без так называемой такой отметки нельзя будет ничего не купить не продать и что еще говорила мне чем делюсь что будет продукта в магазинах очень 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 много то есть человек заходит в магазин а там каких хотите продуктов различных там чего чего ну имеется ввиду съедобного продуктов множество но есть их нельзя то есть говорит люди будут покупать кушать их а потом будут заболевать заболевать и умирать то есть будет очень много продуктов но которые есть нельзя вот так что вот это вот она рассказывала это было я говорю что это на 78 умерла то есть она мне рассказала еще до того как так что вот как бы с вами делюсь без какого-то там применения без чего бы то ни было так то есть будущее не сложно увидеть это как бы не является такой проблемой но полезного для человека оно ничего не дает то есть если было бы что-то полезное ну то есть вот я вам рассказываю что будет да то есть если бы вы могли бы изменить это якобы для себя то тогда был бы смысл а так оно ничего хорошего для человека не дает все что человеку нужно это использовать то время которое ему дано в данный момент для познания сущности для познания вот этой так называемой истины для познания того для чего человек пришел в этот мир то есть то что называется там по христианству приблизиться к создателю или там по мусульманству воссоединиться с Аллахом то есть на самом деле это для того чтобы человек стал таким же гармоничным как является какими является эта вселенная то есть то что говорится бог есть любовь то есть то что вселенная есть любовь то что человек есть любовь опять же я в предыдущем видео рассказывал что любовь это не означает только производить что-то что-то там растить что-то выращивать там рожать и так далее что любовь это имеется ввиду и уничтожение это умирание смерть то есть все это является как бы в гармонии находится все и поэтому разделять на хорошее плохое это только человек может поэтому для того чтобы научиться жить в этой гармонии для этого как раз человек здесь и находится в этом мире поэтому очень важно то время которое ему дается которое очень очень быстротечно и очень важно использовать это время продуктивно для себя для понимания ну вот это вот практически все что я хотел сейчас сказать в этом коротеньком видео поделиться тем что не было все время сказано вот пишите задавайте вопросы чего и как жизнь прекрасна и удивительна с вами как всегда был Андрей Рыбин всего доброго до свидания с Богом